Сдача норм ГТО Для него норматив прохождения дистанции – 16 минут 30 секунд. Николай Ермолайкин улучшил его почти на треть. Не отстают от взрослого поколения и школьники. Самым юным спортсменам, борющимся за ночок ГТО, всего 8 лет. Мы хотим все на золото. Хорошо мы все делаем. Мы стараемся. У нас пока что все золото выходит. Здорово. А какие дисциплины вы сдали? Бег, прыжки на длину, отжимания и наклон. Возраст значения не имеет. Маленькие и взрослые устанавливают свои рекорды в борьбе за золотой значок. Павлу Немчикову уже покорилась стометровка и метание гранаты. Однако самая нелюбимая дисциплина еще впереди. Я считаю, что самый тяжелый для меня это трешка. Все-таки здесь требуется выносовость. Я ей как бы меньше времени уделял. Но надеюсь, что эта вершина будет мне подвластна. Я хочу везде быть первым. И я до этого тренировался. Опять же, я чувствую, что золото – это мой металл. С начала года нормы ГТО сдали уже 1225 человек. Из них более 700 получили знаки отличия. Высшую награду с золотой значок вручили 260 участникам. Повторить успех ребят и девушек и проверить свою физическую подготовку может каждый желающий. Для этого стоит обратиться в администрацию спортивного комплекса «Химик». Можно в день фестиваль. То есть инструктора все-таки внесут, если есть полный пакет документов. Но если это коллективные заявки от школы, от вузов, от СУЗов, от коллективов рабочих, то есть коллективная заявка за три дня до начала фестиваля, она как бы прекращается. Потому что необходимо составить протокол, обработать заявки, то есть внести все виды испытаний. И уже потом, чтобы работать, уже более было проще. Фестивали ГТО проходят каждый месяц, однако желающим стоит поторопиться. С 2018 года правила и нормативы изменятся. Узнать необходимую информацию можно на официальном сайте системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».